Эльвина Гедиатова, несмотря на свой возраст, с недавнего времени увлекается изучением мыльных пузырей. Школьница решила исследовать этот вид детского развлечения и написала целую научную работу о природе мыльных пузырей. Эльвина представила свое исследование в суд жюри школьной научно-практической конференции и надеется на победу, что позволит ей будущим выйти на республиканский этап. Я выбрала эту тему, потому что она мне очень понравилась. Эта тема как бы легкая и дарит всем настроение, улыбки, ничего сложного в нем нет в этой теме. А я готовилась пару дней, 4-5 где-то. У Альбины Фахреддиновой выступление было посвящено изучению рекламы. Она изучила лингвистические ошибки, которые можно заметить на баннерах, плакатах и вывесках города. Альбина попыталась установить причины их возникновения и сделать классификацию языковых погрешностей. На научно-практической конференции я начала готовиться год назад. Мы с учителем ходили по разным магазинам и искали ошибки. Часто встречались ошибки в рекламных счетах, в газетах мы видели ошибки. В конференции, которая прошла в 14-й школе, школьники могли принять участие в различных секциях. Например, естественной науки, филология, история. Таким образом, учащиеся самостоятельно выбирали тему и проводили исследования. Ребята очень талантливые. Они выбирают, сами самостоятельно выбирают тему. Они его обрабатывают и проводят очень много таких исследований, потому что это исследовательская работа в основном сейчас идет. В этом году мы решили выйти за рамки традиционного проведения научно-практической конференции. Разделили ее на два этапа. Во-первых, это научно-исследовательская работа, где дети доказывают свои проекты и исследовательские работы. И второе, это была практическая часть проведения мастер-классов. Не отстают от сверстников и ученики 16-й школы. Здесь научно-практическая конференция была посвящена 70-летию Великой Победы. Те учащиеся, которые получат призовые места, поедут в город Бирск на конкурс «Совенок». Участниками данной конференции являются обучающиеся 2-11 классов, то есть возрастная категория разная. Работы разного направления, то есть здесь и точные науки, и естественные науки, и творчество подразумевается. То есть есть 10-й класс, например, они разрабатывают технологию. По результатам школьного этапа жюри будет выбирать только одного победителя. Они представят свои работы на городской конференции, которая состоится в январе будущего года. Уже потом лидеры муниципального конкурса смогут выступить со своим проектом на республиканском этапе. Зарина Хакимова, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».